Привет, дорогие Девы! С вами Александра, канал Верховная Жрица. Этот расклад будет для тех Дев, кто в интересных, странных отношениях, когда человек, о котором вы думаете, испарился, исчез, не появляется. Возможно, у вас начинались отношения на расстоянии, возможно, вы познакомились через какой-нибудь сайт знакомств, возможно, через соцсети, возможно, также, что это кто-то ваш бывший, ваш бывший партнер реальный, с которым вы расстались какое-то время назад, но не так давно, я бы сказала, полгода, это самое максимум. И мы сделаем расклад, что этот человек думает, чувствует, и будет ли он делать какие-то поступки в сторону вас, что можно ожидать, да, дорогие Девы. В центре событий у нас здесь лежит сожаление, карта горечи, карта расстройства, карта, когда человек понимает, что он наломал дров, что он натворил что-то такое, что его уже, может быть, ему назад не вернуть, что-то, что он хотел бы вернуть, и даже то, что есть сейчас рядом на данный момент, ему кажется, всё не то, всё не так. Возможно, вы уже вступили в новые отношения, и этот человек знает об этом. То есть он понимает и скорбит о потерянном, о вас, о ваших чувствах, о, может быть, своей какой-то судьбе, человек скорбит. Здесь выпадает карта Верховная Жрица. Здесь говорится, что у него очень сильные мучения у этого человека, может быть, угрызение совести даже. Здесь есть невысказанные слова, может быть, этот человек хотел бы даже просить прощения у вас, но он молчит. И вместо того, чтобы это делать, он не делает ничего. Верховная Жрица говорит, что человек страдает внутри себя и никому этих страданий не выдаёт. Что же такое случилось? Как он потерял свой шанс? Вам знать лучше. В подсознании лежит здесь король чаш. В самом деле человек романтик, человек любви обильный, любвеспособный и, возможно, даже привязанный к алкоголю. Здесь, может быть, это и явилось вашим камнем преткновения, потому что влияние его собственной психики, это и есть Верховная Жрица, на его жизнь и на ваши отношения, несомненно, огромное. И влияние может быть такое, что его мягкость и его чувствительность засосали его в какую-то дыру. Здесь, кстати, может быть, что он уже был в браке или до того, как встретил вас, в текущий момент, когда у вас были отношения, потому что это может быть человек-муж и даже хороший семьянин. Здесь может быть человек, который любит своих детей очень-очень даже сильно. То есть человек, который не мог поступить иначе, как он поступил. Похоже, а совесть здесь человека, ну, просто угрызения совести неимоверные. Здесь выглядит, что человек оказался жертвой своей любви, как бы так, я бы сказала. И здесь семерка чаш. Да, жертвой может быть своих воображений, своей фантазии, своей артистичности, потому что выглядит так, что человек вы вызывали, вы, может быть, были как муза для этого человека, да, что вы вызывали очень много приятных эмоций, и человек никак не может от этого отделаться и не хочет. То есть для него сейчас это, конечно, ему этого не хватает, его жизни очень не хватает. Он бы, может быть, куда-нибудь и в астрал ушел, чтобы с вами встретиться. Вот такое здесь чувство от этой кошечки, да, верховной жрицы. А в голове что? А в голове стоит карта мага. По всей видимости, человек, этот человек делает все возможное и невозможное, чтобы оставаться в молчании, чтобы не выдавать себя, не выдавать своих чувств, чтобы не разрушить какую-то иллюзию или фантазию, которая, может быть, и есть сейчас в его жизни. Возможно, вы и были реальностью, но где-то сейчас, в данный момент, он живет в каком-то, может быть, в иллюзорном мире, который он не хотел бы разрушать, как бы не хотел бы разрушать свою иллюзию. Здесь в положении сознания как раз стоит светлый ум, светлое сознание. То есть он, конечно, что-то понимает. Ну и что же, в ближайшее время, конечно, здесь действий никаких ожидать от этого человека не стоит. То есть вы, конечно, его вдохновляете, может быть, и по-прежнему вдохновляете, потому что человек стал смотреть на вас как бы с другой стороны, на отношения с вами с другой стороны. Возможно, он смотрит за вами, наблюдает потихоньку или, может быть, держит вас как бы в своей паутине, то есть спрашивает о вас, но не дает знать о себе вообще. Вы каким-то образом его в самом деле вдохновляете. То есть он ведет себя в самом деле как маг. Он отдает себе отчет, что происходит, кто вы для него. Но вы для него бесконечная светлая любовь. Что бы там ни было между вами, это человек, который был бы рад иметь вас рядом и иметь с вами семью и быть с вами одним целым и иметь, может быть, детей и внуков и вообще жить навсегда счастливо, потому что здесь солнце светит и птички, ну, то есть на крыльях летает человек, если бы только вы были с ним рядом. Если бы до кобы, да, называется, потому что человек положил себя в положение какой-то жертвы, то есть он, может быть, жертвует этой своей любовью, может быть, не только своей и вашей, ради чего-то, ради кого-то, явно скорбит. Скорбит о прошлом, скорбит о том, что, как ему приходится действовать. Может быть, человек чего-то ждет, может быть, он каких-то грандиозных перемен ждет в своей жизни. Здесь, как бы, он, может быть, надеется даже на какую-то судьбу, на поворот судьбы. Сам он, это колесо, я думаю, вращать не будет. Здесь он старается закрепиться как можно сильнее в реальность, в реальной жизни. Может быть, он занимается бизнесом, работой, чем-то таким, что его могло бы отвлечь от его чувств, отвлечь от его желания. И, конечно, он думает, что это иллюзорные какие-то желания. То есть, он думает, что это все на уровне желаний, что материально это не может никогда осуществиться и быть с вами. Только если какой-то необыкновенный поворот судьбы произойдет. Может быть, или вы заняты, или вы уже заняты. И человек думает, что он вас потерял навсегда. Прилагает все усилия, чтобы остаться незамеченным для вас. Но он ваш хороший друг. То есть, он может быть где-то и доброжелатель. Он хотел бы, чтобы у вас тоже все было хорошо. Он хотел бы, чтобы, может быть, поэтому он и удерживает себя. Здесь новости и подарки. И это хорошая карта, как бы добрая, кладоискатель. Человек, который ищет клад медленно и долго, очень долго, иногда очень долго. То есть, здесь выглядит так, что если случится какой-то поворот событий, и у него будет еще шанс, или вы ему дадите еще шанс, то этот человек готов медленно и сердито двигаться в вашем направлении. Но пока он старается этого не делать. То ли он вас защищает и ставит себя в какую-то жертву, может быть, защищает ваши отношения. Здесь у него есть огромная любовь. Огромная любовь. К вам он относится вот так, как десятка чаш. То есть, если вы уже в паре, если вы нашли свою другую половину, и у вас есть особенно дети и семья, этот человек не хотел бы разрушать ваше счастье. То есть, он делает все для того, чтобы невидимой рукой, как бы, если бы он мог даже вам помогать. Даже какую-то, может быть, помощь вам материальную осуществлять. Но, конечно, проявляться он к вам не будет. Здесь, конечно, нет. Здесь не об этом. Вот так, мои хорошие. Для тех, кому это было нужно, такое вам сообщение от Вселенной или от вашего человека из прошлого, или человека, с которым вы на расстоянии, или странные отношения, непонятно, что происходит. Но здесь, понятно, здесь выглядит, как какая-то платоническая тоже любовь. Здесь выглядит, как любовь, которая не может быть в этом мире. Может быть, не судьба, как бы, быть в этом мире. Хотя человек старается овладеть своей средой. Он старается создать свою жизнь там, где он есть, прилагает этому усилия. с вами на длительной, длительной паузе. Если только что-то значительно совершенно изменится, то тогда, возможно, вы будете знать об этом. И он, скорее всего, сделает шаг вам навстречу. Здесь можно сказать, что человек, конечно, наблюдает за вами. Да. Хотела вам напомнить, что я выхожу в эфир каждый день в 19 часов по московскому времени для того, чтобы сделать общий расклад общей энергии ближайшего времени для каждого из знаков зодиака. Приходите, буду рада. С вами была Александра. Пока. Продолжение следует...